Добрый день, дорогие друзья! На библейский портал «Экзегет» прошел такой вопрос. «Я очень негодую на безбожников», — пишет адресат письма. «Экзегет» вызывает большую сердечную боль, когда я вижу, что люди глумятся над верой, смеются над верой, порочат веру. Как все-таки относиться к безбожникам, чтобы не терять своего высокохристианского звания, чтобы не терять душевный мир и чтобы не нарушать заповедь Божию «Не судите, да не судимы будете». Потому что мы же знаем, дорогие друзья, в Священном Писании ясно, недвусмысленно Господь заповедь свою изложил. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы». Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, о бревнах, которые в твоем глазе не чувствуешь. Поэтому прежде чем дерзнуть, попытаться извлечь сучок из глаза брата твоего, в частности сучок неверия, надо сначала внимательно посмотреть, не стоит ли в твоем глазе бревно. Предлагаю вашему вниманию, дорогие друзья, мудрый ответ святителя Николая Сербского Велимировича из его миссионерских писем. Кстати, советую всем вам, дорогие друзья, кто еще не знаком с богатым наследием этого выдающегося сербского богослова и миссионера, познакомиться с этой книгой. Миссионерские письма святителя Николая. Вот письмо ревнителю веры о безбожниках. Здесь очень много потрясающих душу, мудрых наставлений. «Ты негодуешь, — пишет святитель Николай адресату своего письма, — негодуешь и не извергаешь пламя на безбожников, удивляешься, как их терпит правительство, ведь они сущие погибли для государства. Почему не уничтожат, не депортируют их на необитаемый остров, чтобы они не отравляли душу народа?» Согласен, неустойчивым душам они, то есть безбожники, действительно могут принести большой вред. Эти отравители, которые прежде отравили безбожием самих себя, а теперь отравляют других. Приведу тебе один пример. Некий англичанин, имевший пагубную привычку курить опиум, попал однажды в китайское заведение, в котором собирались любители опиума. Когда он увидел людей, валявшихся без сознания на полу и скамьях, с мутными глазами, желтыми лицами, он настолько ужаснулся, что оставил свою страшную привычку и никогда больше не возвращался к ней. «Думаю, что любой разумный человек ужаснется и отгонит от себя все безбожные помыслы, увидев пустую и бессмысленную жизнь безбожников. Одним они во искушение, а другим в укрепление веры. Кто-то ищет света, потому что знает его благотворное влияние света, а кто-то ищет света, упоявшись мрака». Обратите внимание на это мудрое замечание святителя Николая, что можно стремиться к свету, чтобы избежать мрака, убежать от мрака, ужаснувшись мрака. «Но прежде всего мы должны понимать, что безбожники не просто вредители, они люди, причем самые обделенные среди людей. Их души отравлены ядом неверия. Они беднее всех. Ибо если другие нищие, имеется в виду телесно нищие, не имеющие хлеба, одежды, земли и здоровья, имеют в своем сердце Бога, дародавца всех даров, имеют упование на Господа, своего Творца, то эти несчастные не имеют этого. Не имеют они драгоценного имения, которое могут и должны обладать все сотворенные Богом люди. Они не имеют Бога. Поэтому мы должны относиться к ним с жалостью, а отнюдь не с ненавистью. И приводит святитель Николай Сербский слова из послания к римлянам святого апостола Павла. «Ибо и Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых». Послание к римлянам, 5 глава, 6 стих. Здесь напоминает нам святой апостол Павел, что и мы когда-то были немощны, но Христос умер за нас. То есть Христос не презрел нас. Он пришел в этот мир, чтобы призвать не праведников, а грешников к покаянию. И вот, приводя эту цитату, святитель Николай Сербский как бы хочет подвигнуть адресата своего письма, что мы не должны относиться с ненавистью к безбожникам. Иначе какие же мы христиане, если мы ненавидим тех, кто Бога не знают, кто обделены в самом абсолютном смысле этого слова. «Ради жертвы Христовой за безбожников воздохнем о них, как об умерших, и помолимся Воскресителю, да воскресит их души в вере». То есть помолимся, чтобы Господь воскресил их души в вере. И дальше очень удивительное наблюдение. И, собственно, дорогие друзья, мы все, если внимательно посмотрим на окружающую жизнь, мы убедимся в справедливости этого наблюдения, святителя Николая. «Если безбожники влияют на тех, кто не тверд в вере, то и верующие влияют на безбожников». Под влиянием примера, советов и молитв, и любви многие и многие неверующие обратились, подобно тому, как потерявшие сознание возвращаются к жизни. «Горько раскаялись в своем безбожии и стали истинными христианами». Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, святитель Николай в первую очередь обращает внимание не на слова, вот смотрите, под влиянием примера, собственно, жизненного примера, потом уже советов, молитв и любви. Но раз нам кажется, что наши слова должны бежать впереди дел, сами еще порой, ну что греха таить, не живем еще так, как следует, жизнь свою духовно не упорядочили, а вот советы мы готовы давать всем и вся. И это особенно касается таких вот новоначальных христиан. Есть такая болезнь, как бы неофитская ревность не по разуму. И это я говорю, дорогие друзья, отнюдь не стыдю кого-то обидеть или огорчить. Это горькая констатация, так сказать, правды. Есть такая неофитская болезнь. Только-только человек в сознательном возрасте, обратившись к Богу, тут же, читая что-то в Священном Писании, применяет это не к себе, а к своим близким. Дай-ка я вот сделаю замечание там своей тёще, своему там отцу, матери, там братьям, племянникам. Дай-ка я буду всех сейчас направлять на правильный путь. Буду светочем для других. А вот здесь святитель Николай обращает внимание, что верующие тоже влияют на безбожников, но в первую очередь своим примером, а потом уже советом, молитвой и любовью. И далее он продолжает, что безбожие тех, кто обратились, даже принесло им пользу, ибо служит укором, уязвляет совесть, отвращает неразумного прошлого и толкает вперёд к вере в Богу. Насколько я знаю, мало тех, кто остаётся в безбожном окаменении навсегда, в ком никогда не воссеет свет веры. Впрочем, разве эти несчастные нормальные люди? Царь Давид, царь и пророк Давид говорит, «Речебезумен в сердце своем, несть Богу». Это Псалом 52, второй стих. Кстати, вот это место очень как-то ранит сердца людей, которые Бога не веруют. А это слова Священного Писания, это не нами придумано. «Речебезумен в сердце своем, несть Богу». А наш великий учёный-физик Михаил Лупупин признавался, «Я ни разу не встретил здравомыслящего человека, который отрицал бы существование Бога. Мир тебе и милость Божия». Вот такое удивительное и назидательное письмо святителя Николая Сербского. Рекомендую вам, дорогие друзья, познакомиться с выдающимся богословским наследием святителя Николая. Храни вас всех, Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok